В выходные свой праздник отметили специалисты, отвечающие за природный баланс в наше сложное с экологической точки зрения время. Лесоводы республики собрались в Канаше. И коллеги с Канашской студии и телевидения готовы поделиться информацией, причем не только о форуме работников лесного хозяйства. На связи с нами Любовь Кулагина. Люба, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Ольга. Минувшие выходные для Канаша и Канашского района выдались очень насыщенными. Виной тому праздничные и спортивные мероприятия и к тому же разгулявшиеся бабьи лета. В центре событий оказались работники лесного хозяйства, учителя и приверженцы здорового образа жизни. Этих людей принято называть бойцами невидимого фронта. Законопослушные люди редко сталкиваются с ними в деле, а нарушители норм лесного права предпочитают и вовсе не сталкиваться. День работников леса отметили в администрации Канашского района. Хочу пожелать вам хорошего настроения, достойной работы в дальнейшем, чтобы это приносило результат развития республики. Олег Мешков отметил значимость развития сельскохозяйственной отрасли для благосостояния республики. Мы помним те времена, когда лесная отрасль, она вообще процветала. И доля лесной промышленности в валовом продукте занималась, скажем так, очень значительный процент. Потом были перестроечные годы, какие-то спады и так далее. И чуть ли не забыли, что у нас есть такая мощная отрасль, как лесное хозяйство. А теперь это государство все это догоняет, восполняет все утраченное немножко, так скажем. И я уверен, что мы все уверены, что лесное хозяйство наше будет процветать. И так же, как и в былые годы, раньше, будет вносить свою достойную лепту формирования бюджета, благосостояния народа и так далее. Не обошлось мероприятие и без традиционного вручения наград отличившимся работникам. Продолжением торжества 100 спартакиада работников леса, положившие начало новой красивой традиции закладки аллеи лесоводов. Участие в спартакиаде приняли более 300 человек. На этом у нас все. В эфире была Любовь Кулагина, Канажская студия телевидения.